Жил однажды король, и вдруг заболел так жестоко, что никто не надеялся на то, что он выживет. Трое сыновей его были этим очень опечалены. Они сошлись в саду королевского замка и стали отца оплакивать. Повстречался им в саду старик и спросил, чем они так опечалены. Они отвечали ему, что отец их очень болен и, вероятно, умрет, потому что ему ничто не помогает. И тут сказал им старик, знаю я еще одно средство – живую воду. Коли он той воды и запьет, то будет здоров. Да беда только в том, что разыскать ее трудно. Но старший королевич тотчас сказал. «Уж я сумею ее отыскать», – пошел к больному отцу и попросил у него дозволения ехать на розыске живой воды, так как только эта вода могла его исцелить. «Нет», – сказал король, – «эти розыски сопряжены со слишком большими опасностями. Лучше уж я умру». Но тот просил до тех пор, пока отец не разрешил ему. А сам про себя королевич думал. «Коли я принесу отцу живой воды, то буду его любимцем и унаследую его престол». Так он и отправился в дорогу. Ехал долго ли, коротко ли, и видит, стоит карлик на дороге и кричит ему. «Куда так поспешаешь?» «Глупый карапуз», – горделиво отвечал ему королевич, – «какое тебе до этого дело?» И поехал себе далее. А карлик этим оскорбился и послал ему вслед недоброе пожелание. И вот королевич вскоре после этого попал в такое горное ущелье, которое, чем далее он по нему ехал, все более и более сужалось и, наконец, сузилось настолько, что он уж ни шагу вперед ступить не мог, не было возможности ни коня повернуть, ни из седла вылезть, и он очутился, словно в тисках. Долго ждал его больной король, но он не возвращался. Тогда сказал второй сын, – батюшка, отпустите меня на поиски живой воды. А сам про себя подумал, – коли брат мой умер, королевство мне достанется. Король и его тоже сначала не хотел отпускать, но, наконец, уступил его просьбам. Королевич выехал по той же дороге, по которой поехал его брат. Повстречал того же карлика, который его остановил и спросил, куда он так спешит. – Ничтожный карапуз, – сказал королевич, – тебе нет нужды это знать. И поехал далее, не оглядываясь. Но карлик зачаровал и его, и он попал, подобно старшему, в другое ущелье, и не мог ни взад, ни вперед двинуться. Так-то оно и всегда бывает с гордецами. Так как и второй сын не возвращался, младший предложил свои услуги отцу, и король должен был, наконец, его отпустить на поиски живой воды. Повстречавшись с карликом, королевич сдержал коня, и на спрос его, куда он так спешит, вступил с карликом в разговор и ответил ему, – Еду за живой водой, потому что отец мой болен и при смерти. – А знаешь ли ты, где ее искать следует? – Нет, – сказал королевич, – за то, что ты со мной обошелся как следует, а не так высокомерно, как твои коварные братья, – Я тебе все поясню и научу, как к живой воде добраться. Вытекает она из колодца во дворе заколдованного замка. Но в тот замок ты не проникнешь, если я тебе не дам железного прута и двух небольших хлебцев. Тем прутом трижды ударь в железные ворота замка, и они распахнутся перед тобою. За воротами увидишь двух львов, лежащих у входа. Они разинут на тебя свои пасти. Но если ты каждому из них бросишь в пасть по хлебцу, то они присмиреют, и тогда спеши добыть себе живой воды, прежде нежели ударить двенадцать. А не то ворота замка снова захлопнутся, и тебе уж нельзя будет из него выйти. Королевич поблагодарил карлика, взял у него прут и хлебцы и пустился в путь. И когда он прибыл к замку, все было в том виде, как карлик ему предсказал. Ворота широко раскрылись при третьем ударе прута, а когда он смирил львов, бросив им хлебцы, то вошел в замок и вступил в обширный великолепный зал. В том зале сидели околдованные принцы, у которых он поснимал кольца с пальцев, захватил с собой и тот меч, и тот хлеб, которые лежали на столе. Далее он пришел в комнату, где стояла девица-красавица, которая очень ему обрадовалась и сказала, что он своим приходом избавил ее от чар и зато должен получить все ее королевство в награду. А если он вернется сюда же через год, то отпразднует с ней свадьбу. Она же указала ему, где находится колодец с живой водой и сказала, что он должен поспешить и зачерпнуть из него воды прежде, нежели ударить двенадцать часов. Пошел он далее по замку и, наконец, пришел в комнату, где стояла прекрасная, только что постланная свежим бельем постель. И так как он был утомлен, то ему, конечно, захотелось немного отдохнуть. Вот он прилег на постель и уснул. Когда же проснулся, часы били три четверти двенадцатого. Тут он вскочил в перепуге, побежал к колодцу, зачерпнул из него воды кубком, который был рядом поставлен, и поспешил с водою выйти из замка. В то самое время, когда он выходил из железных ворот, пробило двенадцать часов, и ворота захлопнулись с такой силой, что даже отщемили у него кусок пятки. Очень довольный тем, что он добыл живой воды, он направился в обратный путь и опять должен был проехать мимо карлика. Когда тот увидел меч и хлеб, захваченные королевичем из замка, он сказал, «Эти диковинки дорогого стоят. Мечом можешь ты один целое войско побить, а этот хлеб, сколько ни ешь его, никогда не истощится». Королевич не хотел, однако же, возвращаться к отцу своему без братьев и сказал карлику ласково, «Не можешь ли ты мне указать, где мои двое братьев? Они раньше меня вышли на поиски живой воды и что-то не возвратились еще. Они у меня стоят в тисненном заточении между двумя горами», отвечал карлик. «Я их туда замуровал за их высокомерие». Тут королевич стал просить карлика за братьев и просил до тех пор, пока карлик не выпустил их из тиснен. Предупредив, однако же, королевича, «берегись своих братьев, сердца у них недобрые». Когда его братья сошлись с ним, он им очень обрадовался и рассказал, как он разыскал живую воду, когда был полный кубок ее и как освободил от чар красавицу, которая обещала ждать его целый год до свадьбы и должна была целое королевство принести ему с собою в приданное. Затем они поехали все вместе и прибыли в такую страну, на которую обрушились одновременно и война, и голод. И бедствие было так велико, что король той страны уже сам готовился погибнуть. Тогда королевич пришел к нему и дал ему свой хлеб, которым тот мог накормить и насытить всю свою страну, а затем дал ему и меч свой, и тем мечом побил король рать и врагов своих, и мог отныне жить в мире и спокойствии. Тогда королевич взял у него обратно и хлеб свой, и меч, и все трое братьев поехали далее. Но на пути им пришлось заехать еще в две страны, где свирепствовали голод и война. И в обеих странах королевич на время давал королям свой хлеб и меч и таким образом спас три королевства от гибели. Под конец пришлось братьям плыть по морю на корабле. Во время плавания двое старших стали говорить между собою. Он отыскал живую воду, а не мы, и за это ему отец отдаст свое королевство, которое бы нам следовало получить, кабы он не отнял у нас наше счастье. Жаждая отомстить ему, они уговорились его погубить. Выждав, когда он наконец крепко заснул, они вылили из кубка живую воду в свою посудину, а ему налили в кубок горькой морской воды. По прибытии домой младший королевич принес отцу свой кубок, предлагая выпить его для исцеления от недуга. Но едва только отец отхлебнул горькой морской воды, как заболел пуще прежнего. Когда же он стал на это жаловаться, пришли двое старших сыновей и обвинили младшего брата в намерении отравить отца. И при этом они сказали, что принесли с собой настоящую живую воду, и подали эту воду отцу. Как только он той воды выпил, так недуг его исчез бесследно. И он вновь стал так же здоров и крепок, как в свои молодые годы. Затем оба брата пошли к младшему и стали над ним глумиться. Вот ты и отыскал живую воду и потрудился, а награда за твой труд нам же досталась. Надо бы тебе быть поумнее, досмотреть в оба. Ведь мы у тебя воду-то взяли, когда ты заснул на корабле. А вот год еще пройдет, мы у тебя и твою красавицу оттягаем. Да еще смотри, никому и слова об этом не скажи. Отец тебе и так не поверит. А если ты хоть одно словечко проронишь, так и жизнью поплатишься. Пощадим тебя только в том случае, если будешь молчать. Прогневался король на своего младшего сына, поверив на ветом братьев. Собрал он весь свой двор на совет, и все приговорили тайно убить младшего королевича. В то время, как он выехал однажды на охоту, ничего дурного не предполагая, его должен был сопровождать королевский егерь. Въехав в лес, королевич заметил, что егерь чем-то опечален, и спросил его, что с тобой, милый? Егерь сказал, я этого сказать не смею, а все же должен. Говори, как есть, я тебе все прощу. Ах, сказал егерь, я должен убить вас, король мне это приказал. Принц ужаснулся этим словам и сказал, пощади меня, милый егерь, на вот, возьми себе мое платье и поменяйся со мною своим. С удовольствием это сделаю, сказал егерь, хотя и без того не мог бы вас убить. Так и поменялись они одеждой, и егерь пошел домой, а принц далее вглубь леса. Прошло сколько-то времени, и вот пришли к старому королю три повозки с золотом и драгоценными камнями для его младшего сына. Их прислали ему в благодарность те трое королей, которые его мечом врагов победили и его хлебом свои страны накормили. Тут вдруг пришло к старому королю в голову, а что, если мой сын не виновен? И он стал говорить своим людям, о, если бы он мог быть жив, как мне горько, что я так неразумно приказал его убить. «Он жив!» сказал королю егерь. «Я не мог решиться исполнить ваше приказание». И рассказал королю, как все произошло. У короля словно камень сердце свалился, и он повелел объявить по всем окрестным королевствам, чтобы сын его к нему возвращался, и что он будет милостиво принят. Тем временем девица-красавица в заколдованном замке приказала перед замком вымостить дорогу чистым золотом, которое на солнце как жар горело, и объявила людям своим, кто по той дороге прямо к замку поедет, тот и есть мой настоящий жених, того и должны вы впустить в замок. А кто поедет стороною в объезд дороги, тот не жених мне, и того впускать в замок вы не должны. Когда год уже близился к концу, старший из королевичей подумал, что уж пора спешить к девице-красавице и, выдав себя за ее избавителя, получить ее в супруге и ее королевство в придачу. Вот и поехал он к замку, а подъехав к нему, увидел чудную золотую дорогу. Ему пришло в голову, такую дорогу и топтать-то жалко, и свернул он с дороги в объезд с правой стороны. Когда же он подъехал к воротам, люди-девицы-красавицы сказали ему, что он не настоящий жених, и он должен был со страхом удалиться. Вскоре после того второй королевич пустился в дорогу и тоже, подъехав к золотой дороге, подумал, этакую дорогу и топтать-то жаль, и свернул с дороги в объезд налево. Когда же подъехал к воротам, люди-девицы-красавицы и его от них спровадили. Когда же год минул, задумал и младший королевич покинуть лес и ехать к своей милой, чтобы около нее забыть свое горе. С этими думами он опустился в дорогу и все время только о своей милой думал, поспешая до нее поскорее доехать. Поэтому он и на золотую дорогу внимания не обратил. Конь его прямо по той дороге и повез. И когда он к воротам подъехал, ворота были перед ним отворены настиж. И девица-красавица встретила его с радостью, сказав, «Ты мой избавитель и повелитель всего моего королевства». Затем и свадьба была сыграна веселая-привеселая. Когда же свадебные празднества были окончены, молодая королева рассказала мужу, что его отец всюду разослал извещение о том, что сына прощает и зовет его к себе. Тут он к отцу поехал и рассказал, как братья его обманули и как он обо всем этом умолчал. Старый король хотел их за это наказать, но они бежали на море и отплыли на корабле и никогда более на родину не возвращались. Субтитры создал DimaTorzok